О, соединение пошло. Здравствуйте! Здравствуйте, я звоню по объявлению о продаже. Владимир Акима 6 продается? Продается, замечательно. Меня зовут Вадим, я агент по недвижимости. Скажите, пожалуйста, вы собственник? Собственник, замечательно. Скажите, а когда можно подъехать посмотреть вашу квартиру, чтобы понимать, кому из покупателей можно предложить? Я работаю по вашему району. С риэлторами не будете работать? Да, понял. Это не цель моего звонка, я абсолютно согласен с вами. Меня зовут Вадим, как вас зовут? Эля? Эля, очень приятно. Скажите, а меня хорошо слышно? Окей. Эля, я несколько вопросов хотел прояснить. Есть запросы и вопросы от покупателей. У вас двухкомнатная квартира, 42 метра, правильно? И у вас актуальная цена, уточните, пожалуйста, какая? Миллион семьсот. Миллион семьсот, замечательно. И вы пишете, что у вас возможен торг, я правильно понимаю? А, если будет реальный покупатель, вы готовы будете скорректировать вашу цену вниз, правильно? Да. Подскажите, а куда выходят окна вашей квартиры? Вы на громкой связи, да, я записать хочу информацию. Во двор, ага. Не расслышал, что вы сказали точнее в зале, что? Лоджия. Тоже во двор, окей. Ага. А вы знаете, еще вопрос. Скажите, а высота первого этажа сколько примерно составляет? Она стандартная или чуть повыше? Понять, на каком уровне второй этаж. Не подскажете? Угу. Обычно, а, обычно более-менее стандартная, я понимаю. И выбор, окей, скажите, а когда можно будет подъехать с вами договориться, встретиться, посмотреть квартиру и обсудить вопросы? Завтра, да? Завтра в часов шесть, либо полвосьмого удобно будет, Эля? Ага, понял, спасибо. Окей, завтра тогда вам за сколько перезвонить? Часов пять, да? А могу вас спросить, могли бы продиктовать свой номер телефона? Угу. Я тоже. Так, спасибо. Благодарю вас. Спасибо за то, что мы говорим. Для назначения. Возможно, моя коллега с вами может поделиться. Он будет смотреть в вашу канаду. Да, благодарю вас. Давайте я вас спросу в банке. Давайте еще раз. Вам понравился звонок? Ах вот, да, по старой привычной схеме. А когда... Да, окей. Я конфронтатор, понимаешь? Хочу в конфликт влезть по телефону, отыграть с помощью согласия. Передряги прогревают. Знаешь, когда у нас два человека сродняются. Когда они побывали в передряге, знаете, да? Вот когда мы повоюем по телефону, мы уже встречаемся такие более... Ну, мы такие принимаем границы друг друга, значит, коль встречаемся. И туда едешь уже такой более в ожидании встреч. И он такой... Он достоин. Он отстоял, он отработал возражения. Он прошел кастинг предварительный. А вот это... Я только единственное снял ее... Вы не работаете с агентами? Окей? Не видите проблемы, слышали, да? Потушил пожарчик и дальше помозговал по поводу данных про квартиры. Хочу обратить внимание. По крайней мере, хорошо. Не хотите вы копаться ложкой в мозгах? Да, куда ты переезжаешь? Как скорость, в связи с чем, почему и так далее. По крайней мере, примените технику 3-да. Знаете такую? У вас две комнаты 40 метров? Правильно? Да. Вы же проверяете часы по объявлениям. Понимаете? Второй этаж из четвертого, правильно понимаю? Да. И вы собственник, да? Да. И вы пишете, что у вас торг. Да? Да. Подакала она тебе. Уже такая более прогретая, понимаете? Ну, хотя бы здесь покопайтесь. Ох, какие вы эти! Придет день, когда вы откажетесь от этой модели. Понимаешь? Есть три модели. Быстро назначить? Никогда не назначить. Ну, понимаешь? К кашкам не ехать. Это такая вымариновывающая стратегия. Ты прям отбираешь, пока он там с тобой по телефону не подпишет. И есть золотая середина. Я вам, по сути, про золотую середину больше, наверное, буду подтапливать. Чуть-чуть позадавать и поехать туда, где вы уже послушали друг друга. И поверьте на слово, она меня больше запомнит, чем того, кто быстро вдогонку с ней пытается назначить встречу. Пишет мне, скрипты работают. Шутка. Хочу обратить ваше внимание на схему. Вы что-то и что вообще вы слышали, если говорить про схему? Слышали? А в чем? В каких местах? Да? Вы уверены? Коллеги правы? Да. Даже хмыкал. Ага, вот это, да? Хорошо. А что еще? Хорошо. Супер. Какой-то чушь спрашивал. Да, вот именно. Не важно, что ты спрашиваешь. Абсолютно согласен. Чушь спрашиваешь, а она говорит, говорит, говорит даже про нее. Бывают люди раздражаются. Вот это, например, да, звезда? А? Собственник. Вы берете себя в место, абсолютно согласен. Я читаю ваш текст. Замечательно. Мне очень нравится, кстати, у меня вопрос. Вы пишете, что восторг, правильно? И вы мне сказали. То есть будет покупатель, будет разговор. Правильно вы об этом? Нет. Да, мы на тренировках в гротеске, в преувеличении. Это нормально. Как у нас в жизни? Она там по-разному возникает. Главное не оправдываться и не противовоставлять. Знаете, когда он говорит, по фото все видно. Чего ее смотреть? Бывало у вас такое? По фото все видно, у вас отличные фотографии. Я вижу на фотографиях преимущество квартиры. Это правильный сценарий. А когда говорят у вас по фото, но ее важно увидеть. Помните такой обычный, привычный, неправильно, не надо так. Вы говорите про классные фотки, говорите на них преимущество. Вы же об этом говорите. Замечательно. Скажите, а какое было количество предложений, я полагаю, коль квартира имеет преимущество? Но он до сих пор на рынке, значит, есть проблематика. И туда можно подкапываться через похвалу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!